доброе утро друзья в общем че какое у меня утро сегодня прощенное воскресенье кто верующий тут знает так что простите меня ну в общем вот простит и я прощу и меня по плану сегодня 14 число веду в церковь приедет украинский батюшка или как я не знаю как у назад и в общем будет служба хочу сходить я думаю надеюсь что она в 10 начнется не раньше иду чуть чуть пораньше ну там свои дела сделать так шашлыком пахнет я ничего не ела потому что кое-что хочу сделать не знаю получится не получится но на всякий поража в общем завтра начинается пост вот ну это все завтра а сейчас вот так идут идут в основном в церковь украинцы украинцы ну и русским можно конечно просто православным никому не запрещено я уже говорила не говорят на украинском ну там все понятно но они ходят знаете наряженные все ну как на праздник я подумал что мне не надо я иду не на праздник не какое ничего там вот поэтому на дело ходе такой длинный вроде как она и платье потому что я потом хочу все-таки пойти с чарли гулять на наши каждодневные прогулки до длинные сказал еще мужу чтобы он потом подъехал угостил меня чур с шоколадом не знаю сделать он или не сделает это но я вам сказал чтобы он обязательно забрал чарли в общем поживем увидим а пока по планам вот такой вот у нас лежала лежала так рядом друг просыплю просыпаюсь время без 10 8 еще стою всю каждую раз раньше раньше без будильника не знают хорошо или плохо так что так вот сейчас если покажу вам церковь какая у нас здесь служба проходит в католической церкви но я даже спрашивала у русского батюшки он сказал что можно ходить заходить в католическую церковь даже если когда нет службы там вот с русским батюшками православным но нельзя делать таинство там всякие исповедование и все такое но так как у нас служба будет то ничего страшно и вообще особых различий не вижу между верами там разница только вот я искала до какую-то разницу разницы только можем сказать в календаре что идет праздник разница в праздниках там неделя две недели так что вот так вот даже иногда совпадает пасхи в одинаково ну ладно не буду уточнить как это уходить в тематику такую потому что наверное как говорят знаете о политике я вере не говорят ну и не будем затрагивать эту тему правильно так что на улице классная погода и даже не верится что на следующей неделе уже будет похолодание с четверга до воскресенья идет какой-то супер-пупер холодный циклон который нам принесет даже снег но у нас естественно не будет но это гранаде допустим в часе езды от нас даже снег обещают представляете так что сегодня радуемся такому деньку солнышку я вот выходила из дома 19 градусов было время полдесятого открыла балкона дала чуть и воды потому что не знаете он купается в своем как это где вот воду пьет пьет откуда он там боится каждое утро пускай купается вышла задней части церкви там огромная покажу не знаю внутри мне как-то неудобно снимать церковь внутри ну не знаю как-то рука не лежит посмотрим может сегодня ляжет вот это это мэрия у нас а это вот вход в церковь я все время таких случаях думаю что вдруг опоздала а вдруг не сегодня все время какие-то сомнения это вот площадь у нас мэрия мэрия и сама в принципе церковь смотрите как красиво с немножко так вот всю службу закончен домой посмотрите с кем я уже хожу а сейчас пойдем туда вон в общем вот такую кафешку сели так сейчас закажем себе вернее я уже заказала шоколад и чуррос воскресный зап запуск запуск завтрак типичный а вот и долгожданный чуррос и шоколад чарли там гоняет голубей всем приятного аппетита зашла в русский за пяти сонтиками ну и купила зефир из морозки знаете вот тут увидел тоже лайфхак или что зефир кладешь заморозку и она тут намного вкуснее действительно так вот поэтому и карамельки не помню какие то ли барбалис то ли какие-то другие в общем дома покажу и вот сейчас пойду по полям с чарли прогуляюсь и не знаю что покушать сварганить на сегодня у меня холодильнике сейчас все пусто потому что потому что пусто в дому пришла в русский зашла я уже если честно не помню говорила вам не говорил говорила по моему а да да за патисончиками вот они у нас 3 евро стоят кстати зефир перепробовал весь в русском и вот этот вот мне казался самым вкусным представляете он что-то 2 евро по моему стоит и вот такие вот карамельки дюшесно этот раз взяла потом позвонил муж говорит что картошки дома нет хотя картошку дома есть но он меня уже ввел сомнения возошла в фруктовый магазин и купила картошки вот такой пучок укропа рубль 70 стоит такой огромный пучок сейчас я его помою порежу наверное может заморожить еще в общем два огурца и картошка в принципе картошка дорогая 95 копеек наверно молодая поэтому так дорого стоит вот я мясо в машине делаю и сейчас поставлю картошку варить потому что он говорит захотел вареную картошку так ищу свой держатель сейчас поставлю варить яйца так бумага вчера бумагу просто с этой машине оставила она загорелась там представляете а я уже такая откуда воняет это горелыми а это оказывается там у меня бумага загорелась сейчас русский зашла это моя девочка я кстати не знаю не по-русски говорила не знаю литовка может быть или еще кто но выбиралась опять горелым пахнет нет все нормально и брала себе то ли баклажаны такие вот тушеные в этом знаете верест по моему фирма называется или что-то такое и у продавца нас спрашивает без мяса вот и когда это говорит все без мяса а я продавца чисто говорю ну завтра же пост вот нельзя такая да говорит диета у всех и я такая ну да можно сказать и так она горки не особо верующие как бы я не знаю ну да можно назвать что это диета ночью действительно так главное вот поставил называется варить ну вы наверное уже и так все поняли догадались что я хочу немного попаститься не 40 дней но первую неделю хотя бы вот поэтому у нас мы раньше так дело ну делали я раньше так постилась в понедельник картошка прям молодая молодая можно ее вот так вот чищу они прям кожа слетает смотрите как вот у нас раньше вот попаститься недельку и вот так вот но главное же это не не еда какая-то там мясо не мясо главное мысли с этим будет сложнее знаете я человек очень вспыльчивый очень но быстро отходчивая и поэтому меня зажечь ничего не стоит буду себя как-то скажем так воспитывать чтобы не поддастся на разные на разные не знаю мысли плохие так ладно что-то еще хотела рассказать сегодня просто ветер я хотела поболтать пока гуляла но ветер а еще это вроде как банку несла за плечами я шла с этим с рюкзаком как-то знаете спине все равно было не агти и далеко гулять не пошла так зефир отправляем заморозку я вроде почитала такое это там ничего такого нет животного а без сладкого то я же не могу в общем готовлю кушать и потом вам покажу что получилось я себе вот такой салат сделала укропный поджарила в шайтан машине вот такую вот колбаску еще у меня готовится батар а муж будет с картошкой вареной потому что ему так больше нравится салат огурец и диска и укроп все огурец только вкусно кстати попался прям как будто вот только что сорванный удивительно короче мы чуть лежали лежали и я и уже залежались я говорю поехали чарли погуляем типа того потому что уже прям все болит я вас поспать успела представляете и вот мы едем чарли погулять вышли из дома без телефона без одного ну как это так а вдруг потеряемся потому что бывает такое вот телефоны надо с собой иметь поэтому вернулись за телефоном сейчас без телефона не туда и не сюда а то говорю лежат еще и лежать погода хорошая поэтому вот так заходишь когда в дом то все открыто проветрено такой вкусный запах так один тут а второй там собрала теперь мы будем на связи что-то чарли не особо горит желанием гулять его еле вытащила из машины пойдемте на море посмотрим смотрите у нас опять какой закат красивый розовый сегодня все загорали на пляже купались а я знаете смотрю такая на все это и дома блин холодно я мерзлячка я в июне в конце в июле начинаю пляжные сезоны потому что я не люблю сиди лежать загорать все такое я люблю плавать а плавать вода еще холодная у нас показывает 16 градусов вода вот ну прямо это ух вот так ловко тут вот видите рыбку ловят полный штиль красота вообще не благодарна чарли что он нас вытаскивает погулять потому что знаете если бы не чарли никуда бы я как бы ходить вот это вот все лень а это мы сейчас лежим такие и он знаете то игрушку притащит то еще чего но я вижу что ему скучно это как бы пойдем погуляем что у нее не охота я такая чарли не хочет с тобой гулять тут естественно начинает играть совесть как же так собака вон а с ним мы не гуляем по моей причине и в общем сразу такой ладно поехали и в общем оделись а так вы переваливались бы с одного блока на другой так что вот так вот я даже клиенткам одни меня некоторые клиентки приходят там смотрят на него а я бы вот тоже завела себе собачку вот но я прежде им говорю что это во первых деньги потому что держать собаку это не дешево во вторых то что он никаких путешествий и нужно все время думать что с собакой делать вот но потом уже им говорю что это обалденные как бы ну счастье скажем тогда в том что немного любви дарят много всего вот и вот некоторые все еще думают завести или не завести но глядя на меня сразу такие ой мне бы тоже завести собак уже темнеет такая улица мне так напоминает улицу в деревне деревенскую нашу улицу вообще даже запах такой же знаете как в нашей деревне мимоза нот мимоза конечно у нас не было в деревне но вообще узнаете такой вот август конец августа наверное так вот слышите лягушки переговоры ведут а это знаете что такое это кампинг здесь находится капит кампинг сюда приезжают со своими этими трейлерами а также есть бунгау там тоже можно снять иностранцы обычно здесь живут годами знаете и классные через дорогу пляж а тут вот такой вот шикардос ух пляха муха смотрите сколько здесь вот этих кал смотрите ой там их стока а я их дома ращу они не растятся представляете а здесь мама дорогая смотрите вот это все каллы там белые туда не хочу идти боюсь разных живностей класс я вот сейчас только видно что там в белых как грибы а дома растешь но здесь такая заболоченная местность видимо им там шикарно а дома холишь лелеешь нихрена не растут вот так вот ну все друзья наверное буду с вами прощаться на этой нотке жду ваших комментариях будете поститься не будете все равно я мне кажется христиане православные они более знаете как это сказать-то соблюдают больше соблюдать пост там больше не скажет я бы не сказала что более верующие чем католики но более господи как же это сказать-то более подчиняются что ли вот всяким вот этим вот церковным устоям скажем там например в платье ходить в церковь там вот у нас службы идут стоя постоянно здесь же службы идут по 30-40 минут и они все время сидят вот так что что ваших комментариев и я уже кажется выхожу в цивилизацию и буду прощаться с вами до завтра всего вам самого наилучшего ай и все пока пока